У моей знакомой Ники не было детства. Она так и говорила. Папа пил. Пил сильно и беспрободно. Пьяницей он был буйным и шумел часто. В доме билась посуда и гремела раскатистая нецензурная врань. Ника с мамой часто бродили вокруг дома зимними ночами, наспех накинув пальто на ночнушки. Ждали, когда уймется и уяснёт муж и отец. Мама Маша, нежная, утончённая, интеллигентная, всю жизнь проработала в отделе медицинских экспертиз РОВД, пряча свои собственные синяки и ссадины, которыми щедро одаривал её муж. А ещё мама Ники писала стихи. Она прятала под подушкой старую тетрадку в клеточку, мечтала о любви и о том, что когда-то её Коля бросит пить и всё наладится. Они переедут к морю, который она никогда не видела, будут гулять по набережной, и она, наконец-то, наденет свой сарафан из лёгкой бязи в нежных васильках. Но море не случилось. Дочь вышла замуж очень рано, уехала, сбежала в любовь, улетела из дома, только бы подальше. И мама осталась одна с вечно пьяным мужем и своей клетчатой тетрадкой со стихами. А однажды он просто не проснулся утром, умер в пьяном угаре, завалившись на продавленный диван. И было горько и тяжело, всё равно и обидно за многое, за то, что не вернуть уже, не исправить. И так хотелось думать о том, что Коля её на небесах раскаялся и пожалел о многом, о море, которого не было, о недолюбленной Никушке, о непрочитанных стихах его Машеньки. Но жизнь не отмотать назад. Маше слегка за пятьдесят. Тонкая, нежная, трепетная. Жизнь скатилась к закату, как тёплое летнее солнце. На маленькой кухоньке уютной хрущевке варилось варенье, жжали настырные осы, кружились новые стихи. А ещё через год её жизни вдруг появился Фёдорович. Бодрый, поджарый, весёлый, загорелый оптимист, да ещё и на целых семь лет моложе. Маша поначалу была осторожна и выискивала подвох, и сама того не заметила, как Фёдорович уже помешивал варенье из кружёвника на её маленькой кухне, мурлыкая в сусы добрую песенку. Сделал ремонт, положил кафель и приклеил обои. Сдвинул кровати в спальне и посадил герань. Забрал Никинова сына на всё лето и возился с ним, как с родным. Строил гаражи без обувных коробок и прокладывал железную дорогу. Подвязывал на даче помидоры, а вечером нежно обнимал свою любимую Марусью. А потом она читала ему свои стихи около моря и понимала, что жизнь продолжается, даже когда тебе далеко за пятьдесят. Автор Осенина. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова